Эти слова Ченгиза, их особенно интересно смотреть, когда ты накладываешь их на видеоряд. Так, ладно, давайте у нас, поскольку времени мало, у нас эфиры часовые, поэтому давайте сразу приступим к важным темам. С очередным кадыровцем провели профилактическую беседу в Турции. Бывший начальник отдела полиции поселка Гекала, территориальный отдел полиции, Беслан Эдилов, вот так вот он выглядит, тип, который находится посередине, со стечкой на поясе, так он выглядел, когда работал. Его, значит, настигли в Турции, в Стамбуле какие-то неизвестные, и провели с ним профилактическую беседу с применением физической силы. Небольшой отрывок я вам покажу, но прям вот чуть-чуть с вами посмотрим, все, на этом останавливаемся. Просто YouTube очень любит такие кадры, чтобы нам не наложили ненужных ограничений, поэтому ссылка на этот полный ролик, на полную версию этого ролика будет здесь в описании. Переходите, подписывайтесь на телеграм-канал, смотрите. Так вот, какие-то неизвестные, значит, его побили, негодяи применили к нему физическую силу. После чего, ну и разумеется, все это снимали на видео, эти кадры разлетелись, и разумеется, пришла сразу же реакция от кадыровских властей. Она пришла к нам в лице директора ЧКТРК «Грязный», это кадыровская пропаганда. Чингиз Ахмадов записал видео обращение по этому поводу, вот небольшая часть из этого видео обращения. На этого человека толпой прямо налетели 5-6 человек, избивали его, материли, истерично там орали на него. То, что они шакалы, это мы и так знали, но чтобы настолько опускаться, еще и гордясь этим видео, распространять его на безоружного человека, налететь толпой, избивать, кричать на него, в этом нет абсолютно никакой смелости. Вы еще раз доказали, что вы являетесь натуральными шакалами, бичами по своей сути. Чингиз Ахмадов негодует, как можно налететь на одного человека толпой, избивать его как шакалы. Причем он применяет именно вот этот термин шакалы к тем людям, которые налетают толпой и избивают безоружного человека. Эти слова Чингиза, их особенно интересно смотреть, когда ты накладываешь их на видеоряд из избиения безоружных людей, которые проводятся периодически в Чечне. Давайте посмотрим, как эти слова выглядят на этом фоне. Безоружного человека налететь толпой, избивать, кричать на него, в этом нет абсолютно никакой смелости. Вы еще раз доказали, что вы являетесь натуральными шакалами, бичами по своей сути. И у нас с вами вражда. И когда вы скрыли свои лица, изменили свои голоса, настолько вы трусливое отродье. Как вы понимаете, все то, что сейчас было, весь этот видеоряд на фоне слов Чингиза Ахмадова, это избиение кадыровцами безоружных людей, периодически проводимые в республике. Сколько мы освещали подобных случаев, как абсолютно безоружного человека, который просто небольшое нарушение совершил. Или просто в период пандемии выехал без маски, его публично в Оргуне отпинали. Сколько таких... Вообще вот эта традиция избиения безоружных людей толпой, ее как раз у нас стали практиковать, внедрили и практикуют именно кадыровцы. Это некий такой адат кадыровский, это их визитная карточка. Поэтому очень странно выглядит, когда официальная кадыровская пропаганда позволяет себе еще и такие формулировки, как шакалы налетели, учитывая, что это ваш почерк, это касается каждого из вас, это касается вашего руководства, это то, чем вы живете, что вы исповедуете, как религию. Это ваши устои. И тут такое высказывание, но, конечно, нас оно порадовало. Даже хочется как-то поблагодариться, это Чингиза Ахмадова. Но выглядит это максимально нелепо. Мы здесь надо подчеркнуть, что мы, конечно же, ни в коем случае не приветствуем насилие ни в каком виде. То есть то, что мы сейчас показали, это чисто ознакомительного характера видеоролик. Мы просто освещаем эти события, никаких призывов, только осуждение любого насилия. Здесь интересен тот факт, что Чингиз Ахмадов говорит о том, что там изменен голос на этом видеоролике. Значит, не показывают лица, изменили свои голоса. Но тот человек, которого избили на этом видео, он-то прекрасно знает, кто его избил. Там-то никто голоса своего не менял, и лиц своих не скрывал. И Беслан Эдилов знает по имени человека, наносившего ему удары. Соответственно, и вы все, представители кадыровской власти, знаете по имени этого человека. Я, само собой, тоже это знаю. То есть мы с вами, вовлеченные сейчас вот в эту ситуацию, мы все с вами знаем, кто стоит за этим инцидентом. Для чего эти разговоры про изменение голоса, непоказывание лица? Зачем, если вы все знаете? Понятно же, что это сделано не для вас, не от вас скрывались лица, не от вас скрывался этот голос, изменялся, чтобы его не узнали. Нет, это для того, чтобы со стороны правоохранительных органов все было гладко, не было никаких претензий. Понятно же, для чего это делается. Тогда зачем упоминать вот этот момент с изменением голоса? Наверное, я, конечно, понимаю, вам бы хотелось, чтобы ничего из этого они не сделали. И сейчас вы могли бы свободно со стороны правоохранительных органов Турции воздействовать на этого человека, эту группу лиц. Но вам не оставили этой возможности, поэтому вы сегодня и так возмущены этим фактом. Но, опять-таки, я повторюсь, мы с вами все все прекрасно знаем. Мы знаем, кто за этим стоит, и люди, стоящие за этим, от вас этого не скрывают, открыто вам об этом говорят, вас вызывают, готовы с вами на любых условиях решать подобные вопросы. Ну, и упоминая вообще тот факт, что на человека напали несколько человек, да, его избили. Конечно, если не знать контекста всего происходящего, то в целом мы скажем, что это неправильно. Однако, надо понимать, что то, что там сделано, это возмездие. То есть, то, что там произошло, это возмездие. Насилие плохо, ни в коем случае не оправдываем, осуждаем насилие, подчеркиваем. Но, помните, что ничего не происходит просто так, само по себе. То, что произошло в Турции, это ответные действия на подобного рода деятельность кадыровцев. За то, что вот таким образом они издеваются над людьми, за то, что вот так они толпами избивают, пытают, унижают людей, какие-то люди считают возможным точно так же им мстить. За что боролись, на то и напоролись, как говорится. Какой привет, такой и ответ. Поэтому, то, что сегодня кадыровские преступники получают в Турции по своим лицам, ну, это результат их деятельности. Они получают сегодня то, что они посеят. Это им возвращается. И да, мы, конечно же, должны обязательно для этого видео, мы должны сказать, что мы осуждаем насилие и ни в коем случае к нему никого не призываем. Мы просто объясняем, почему происходят подобные вещи. Ну, мы и дальше будем следить за событиями в Турции и обязательно будем вас с ними ознакомливать. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Спасибо.